А вот до тех, кто должен обеспечивать безопасность городских дорог, очередь пока, кажется, не дошла. Уличные дыры латают прямо поверх льда и снега. Что будет с этими заплатками, когда лед и снег растают, никого, похоже, не волнует. Ну, кроме, конечно же, водителей и пешеходов, которые так устали от московских ям и канав. Ась Семенова изучила технологию холодной укладки асфальта. Зимние ноу-хау ремонтных служб настолько неожиданно, что очевидцы снимают процесс ремонта дороги на мобильный телефон. Свежий асфальт кладут прямо на снег и лед. Это двор улицы Новозводская. А вот так он выглядит сегодня, после пары другой оттепелей. Даже сейчас видно, что поверхность свежеположенного асфальтового покрытия неровная. Ям пока нету, но как только эти ледяные лужицы растают, они сразу появятся. И это дорожка, по которой только ходят на трассах, вы бы и на глубже. Даже троллейбусу приходится почтительно присесть, чтобы преодолеть очередное препятствие. Откуда они берутся? У технологов асфальта укладочного дела и тем, кому по дорогам приходится ездить каждый день, версия одна. Ну, видно, это технологию, когда асфальт укладывают, не соблюдают. Поэтому и яма появляется. Чем плохо, и яму наступает, машина сама знает. Ломается? По статистике, каждая пятая авария на дороге в России происходит именно из-за плохого качества покрытия. В Москве больше всего шансов пробить колесо или расшатать подвеску там, где есть возможность разогнаться. Это любой из московских колец на выбор. Люки как будто в резных рамах ждут своего автомобилиста. Едешь по Садовому кольцу, какие жуткие у нас люки оборудованы. Попадаешь в яму неожиданно, уже сделать ничего невозможно. Когда по Садовому едешь на скорости 80 км в час, там 60 в потоке в общем, вильнуть невозможно. Хотя оптимальное время для дорожного ремонта – лето и осень вплоть до октября, чинить дороги надежно можно и зимой, если соблюдать определенные требования. Можно преодолеть и неустойчивый московский климат, то мороз, то отепель. И постоянную повышенную нагрузку на дороги, на которые так часто пеняют дорожные службы. Снег, разумеется, и лед должен быть удален с поверхности. И на такую поверхность, это я проговорю про зимние условия асфальтирования, и на такую поверхность укладывается особенная такая, очень горячая асфальтобетонная смесь температурой 200-220 градусов. Она быстро формируется в плотный монолитный слой. Но пока широкого распространения эта технология не получила. Вот еще свежие видеокадры. Ремонт Большой Семеновской. Снова асфальт поверх сугроба. Ася Семенова, Анастасия Кашинцева, Оксана Костенко, Александр Балицкий. Вести. Москва. Редактор субтитров А.Семкин